Станица Петровская, которой в 2022 году исполняется уже 205 лет, по праву считается одной из самых крупных и благоустроенных в нашем муниципалитете и в Краснодарском крае. И она, как и все Петровское сельское поселение, требует неустанной, постоянной заботы в плане поддержания порядка и благоустройства. Что делается там в нынешнем году, узнали наши корреспонденты. Благоустройство Станицы Петровской в центре внимания местных властей. Здесь стараются использовать все открывающиеся возможности, имеющиеся программы для того, чтобы сделать жизнь петровчан как можно удобнее. Причем мелочей не существует. В этом году мы проложили тротуар дополнительный в приточном варианте. Ну и соответственно убрали лицевую сторону парка, разместили красивые клумбы, они называются растифлоры. Посадили туда цветы, сделали тротуарную зону к памятнику Ленина. Все больше благоустраивается станичный парк, который стал любимым местом отдыха жителей поселения. И все мероприятия, которые мы тут проводим, да и будничные дни, очень много деток, очень много молодежи, которая отдыхает. И это, конечно, есть определенный показатель нашей работы. Жители благодарят, и мы говорим спасибо огромное, соответственно, и то, что существует сегодня такая программа. В нынешнем году установлено два дополнительных остановочных павильона. Теперь жителям будет удобнее дожидаться своей маршрутки. Дорожная сеть нуждается в обновлении. И в 2022 году работы продолжаются. Отсыпали три дороги в щебеночном варианте. Это 900 метров по улице Квартальная на Хуторе Водном. Тоннельная порядка 500 метров, значит, 350 метров по улице Партизанской. Значит, отсыпали, закатали. Сегодня вопросы эти сняты. Вступили мы в программу развития сельских территорий. И сразу же уделили внимание, значит, тротуару по улице Красноармейской и Пимоненко. В плане, значит, что у нас там располагается 29-я школа. И доступность, безопасность детей, она должна быть обеспечена. Поэтому тротуар на стадии завершения. И я думаю, к 1 сентября детки пойдут уже, соответственно, по огражденному, по новому тротуару в школу. Современный тротуар сделает путь школьников и учителей в учреждения образования намного более удобным. Жилищно-коммунальная сфера также не уходит из круга внимания местной власти. В том числе и вопросы водоснабжения и канализации. Мы заменили водопровод, соответственно, по улице Комунаров порядка 100 метров. Мы поменяли на сегодняшний день канализацию по улице Мелиораторов 500 метров. Значит, вопрос канализационный, конечно, он очень такой, будем говорить, на сегодняшний день проблемный. В том плане, что канализации построены все 70-е годы, построены из чугунных труб. И, соответственно, они приходят... Но это не только наша беда, это беда и города, это и наша, там, где существуют канализационные стоки. Это вопрос, будем говорить, на сегодня очень злободневный. Поэтому в планах строим, и уже есть деньги, договора со следующей недели. Мы заходим на улицу Буденову порядка, соответственно, 100 метров, меняем канализацию. И меняем канализацию по улице Комсомольской Димитрова 420 метров. Прошедшие в недалеком прошлом сильные ливни вызывали в станицы подтопления, с которыми здесь, впрочем, успешно справились. И еще здесь очень стараются, чтобы новые возможные погодные сюрпризы были встречены во всеоружии. Очистка ливнестоков – один из главных приоритетов. Поработали мы уже в плане и Пимоненко, уложили дополнительные трубы, почистили ливнестоки. Поработали по улице, значит, кооперативной практически закончили. Есть у нас вопросы по улице Набережная, есть у нас еще вопросы, соответственно, по улице Шолохова на контроле. Но я думаю, что, не думаю, а знаю, что и ставлю задачу к началу осенне-зимнего периода, там, где, соответственно, мы знаем эти все слабые места, где нас топило, я думаю, по максимуму выполним ливнеотведение. Физкультура и спорт в Петровском сельском поселении в почете. Строится специальная площадка для сдачи нормативов ГТО. Благодаря помощи из краевого бюджета в настоящее время полным ходом идет строительство универсального спорткомплекса на станичном стадионе. Уже возведен каркас здания, делаются коммуникации. Этот важный социальный объект планируется построить уже в нынешнем году. Глава Петровского сельского поселения Владимир Михайленко доволен идущей работой и благодарен за активное содействие всем, кто участвует в благоустройстве. А это, прежде всего, активные и неравнодушные петровчане, заинтересованные в том, чтобы их родная станица год от года становилась комфортабельнее и краше. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».